Почему я в таких движениях национальных, националистических, патриотических? У меня вращенное чувство всегда было с детства, сколько осталось, я помню, невосприятие и непримиримость к несправедливости, не только к себе, но даже к окружающему. И сейчас, если я иду, я сколько попадал в такие ситуации, вдруг вижу, незнакомый у меня человека, как-то несправедливо к нему относятся. Я вступаюсь, я обжигаюсь. Потом все эти, кого я защищаю, разбежались, а я один отмахиваюсь и там как-то выкручиваюсь. К чему я это сказал? Я сказал, мы люди, мы человеки, а кто мы, мы до сих пор не знаем. Я вот до сих пор не знаю, откуда мы вообще это произошли. Я верующий человек, ну не крепко такой верующий. В детстве был приучен, потом отучен, как пошел в школу, октябренком, пионером. Все, до слования вырубили, вытравили. Потом вернулся в зрелые годы в житле. Как написано в нашем православии, человека сотворил Бог. И там же написано, кстати, сам творец Бог не понуждал человека молиться, ходить в церковь, их не было. Но со временем Бог воскорбил и взвыл, простите меня за такие слова, что создал эту тварь человека. И вот я свои выводы делал. Даже сам Господь Бог не смог справиться с нами. Настолько это существо чем-то заразилось, что не подчинилась даже Богу. И Он их на землю отправил. И сказал, сживите, трудитесь, подьте лица своего и тому подобное. А потом, настолько здесь устроили, что Господь Бог все-таки милосердный, долготерпелив, послал Сына Своего спасти нас, наши души. И опять-таки первый приход Христа на землю, он принес и напомнил 10 заповедей Божьих. Все на свое 10 заповедей, которые я не знаю, вот все по порядку. И я уверен, сейчас никто их не озвучит здесь. И вот так вот все. А о наших священнослужителях я вообще не хочу сейчас и думать и говорить, что они вытворяли, вытворяли. Из истории жизни человека многие пытались, да, бороться с несправедливостью, со всякими радостями, и мы все убедились, что это тщетно, это бесполезно. Я не призываю вас и себя складывать, руки покоряться, надо бороться как-то и тому подобное. Но каким вот образом и каким способом, если в том же Писании наши святые люди нам все расписали по полочкам, и самое главное нам указали, наш конец. Какой конец человечество ждет? Спасение. А? Спасение. Преисподняя. Нет. В основном. Нет. И только там часть, которая идет в душу спасут. Никто судить не может. Пришел Христос, позвал учеников. Вот ученики должны были отречься от семьи, от детей, от жен. Там очень жестко написано. Кто не отречется, кто значит не того. Но остальных он не призывал. Основная масса должна была трудиться, потереть за своего, жить праведно. Не заниматься тем, чем. Но Геннадчик Апостола в фронт послал, он их научил. А я про них и говорю, это ученики. Так они пошли проповедовать? Пошли, правильно, пошли. Но не призывать, чтобы все такую отрешенную жизнь вели, чтобы отрекались от детей, от жен. Человечество вообще прекратило мгновенно существование. Но вы утрируете немножко. Дайте я выслежу свое мнение. Вы меня уже сбили. Ну, да. Федор Павлович, ну понятно. Я просто высказываю свое мнение. И не призываю вас складывать руки и тому подобное. И совсем не соглашаться. Потому что вот к этому надо трудиться. И других призывать. И в жизни своей. И вот что нам делать. А вот именно вот так вот и говорить. Что нужно жить правильно. И других призывать. И тому подобное. Но нам уже, я возвращаюсь к тому, уже предсказанное. И вы все здесь. Я не все слышал. Но в основном слышал, что все, антихрист пришел. Все правильно. И придет. И в конце концов, ведь даже опять же в Писании одно написано. И второе есть. Конец, что там он царство Иерусалим создаст. Город отдельный построит. Но там есть еще одно предсказание. Что может быть даже Господь Бог вообще все уничтожил. И землю, и небо. И ничего не будет. Как он один будет. Я вот больше к этому звонил. Человеческо к этому не делал. Только к этому. И вы все вот здесь в основном сказали, что... И нас... Ну сейчас вот ничего уже не сделаешь. Ну как, ты не протился. Паспорт и я получил новый. И достоверение получил. И вот сегодня эту долгую карточку москвича нового получил. А иначе я должен отречься от сына. От дочери, от жены, от сестры. И от всех. И уйти, чтобы спасти только свою душу. А своя душа, это что-то... Мы не знаем, что такое душа. Это не человек. Вот второе предсказание. И как раз оно быстрее избудется. Человека не будет. Вот только душа там будет. А что такое душа? Вы можете сказать? Скажу. Ну картошка. Можно. Здесь долго приездить можно. Так что одно освоется. Я все равно освоюсь. Действую. Я руководствуюсь реальностью, что окружает вокруг меня. И использую те познания жизненные, религиозные, пытаясь их вот так срастись и человеку указать на это. И что именно спасет нас только вот это. А объединиться, объединиться только по одному признаку. Вот я согласен, значит, вот Жуков пишет, он пишет так. Есть... Вот был когда-то человек первозданный, мы его не знаем только по-разному. И вот этим временем, времяизмерением нас запутали, что Земля... Ну наука доказывает, что миллионы, миллиарды лет это существует, а по Святому Писанию всего-навсего с чем-то тысячами. Нашему разуму это не могло. С ума можно сойти от этого. Поэтому нужно все-таки пользоваться тем, что мы живем на Земле. Рай-то, собственно говоря, земной был. Небесного рая не было. Я не знаю, есть он сейчас, а не будет он. А рай был земной. Господь Бог создал рай на Земле. И наши бредки не смогли жить в этом районе. Мы сейчас призываем, пытаемся бесподелывать. Эта история показалась. Поэтому, действительно, скорее всего, нужно, чтобы мутанты отделились от немутантов. А немутантов сейчас очень мало. А попробуйте сейчас вам. Скажите, кто из нас мутантов, кто немутантов. На страшном суде будет. Скандалы до мордобития доходят. До войны первые доходят. Посмотрите, что говорится. Все только известно. Оказалось, что легко человеку... Христос сам сказал. Вы, человек, без меня никто и ничто. Вы без меня ничто и ничего не сможете. Он прав. Мы ничего не можем без Господа. Вот пока Господь Бог не вмешается, мы ничего не изменим. Ну, а что другого мы ожидаем, если со 2 марта 17-го года страна оккупирована. Страна захвачена, оккупирована. Законная власть, божьего помазания, как говорится, низвергнута. И после этого идет действительно с 17-го года геносцит уничтожения русского народа. И еще раз друг другу говорить о том, что все плохо, мы это и так знаем. Поэтому, ну, можно, конечно, с сутками направлять все дети рассказывать, кто где какую гадость нашел, услышал. Ну, а смысл это? Вот, лично. Это мысль вслуха, а не то, что я хочу переубедить. Вот, просто что делать, что делать? Ну, правильно, я согласен, что без Бога мы никто и ничто, и ничто мы не сделаем. Вот, потому что все это сказано, было высказано уже раньше, и в святых отцов, и описывалось все это, мне кажется. Задача, я так думаю, наша задача это сохраниться. Сохраниться в эти нелегкие времена, выжить. Вот, высказываясь по поводу организации, я, конечно, не могу спорить, но мне кажется, просто не более чем декларации. Потому что никто вам не позволит создавать какие-то организации, какие-то там центры, как вы там говорили, руководство, управление. А по поводу нужно создать идею, нужно создать, все создано для нас. Иван Лукьянович Солоневич, прекрасный, все написано, все рассказано, что должно из себя представлять русское государство. Иван Александрович Ильин, все написано, все рассказано. Лев Тихомиров, российская государственность, да, точнее, как она, монархическая государственность, да, как раз сейчас читаю ее, все написано, все рассказано. Не надо ничего придумывать, не надо ничего создавать. Надо вспомнить то, что было написано до нас, сесть за парты, перечитать, перелопатить все это, войти, чтобы это во что в нас, и просто это потихоньку воплощать. Вот и все. Никакие новые организации, никакие новые идеи, программы, никакая программа написанная не может быть воплощена в жизнь, все это бред. Все эти программы написаны марксистами, нацистами, всеми остальными, выброшены на свалку истории. Русь московская жила без конституции. Не было конституции в московской Руси. И тем не менее, на секундочку, она расширилась, да, от Балтийского моря до Тихого океана, на 22 миллиона квадратных километров. И без того, что говорили, закон, закон выполняет закон. Я все время немножко напрягаюсь, когда я слышу, что вот есть там те, кто хочет выполнять закон. Законы пишутся правящим слоем для себя, для защиты собственной власти. Напомню, 150 лет назад на Руси существовало прямо такой толщины свод законов, который превращал человека в глуногую скотину. Эти законы обуславливали крепостное право. Поэтому право крепостному можно было разлучить отца с сыном, жену с мужем, продать, отправить в армию, высечь, да. Это были законы. И также сидели, так говорится, головастые дворяне и говорили, вы что, законов не соблюдаете? Какое право вы имеете? Это же крепостное право, это закон. Вы что, не... Поэтому, когда говорят про соблюдение закона, вы понимаете, есть высший закон, да. Вот у нас есть... У меня сегодня, кстати, встала с утра беседа со свидетелями Егова, я так сказал уже. Ну, так просто я вышел с утра машину заводить, они им проходили, говорят, можно с вами поговорить. Я говорю, ну, давайте поговорим, машина греется. Вот. И в конце разговора я сказал, говорю, вот все, что вы мне сейчас пытаетесь доказать, это все равно, что у меня есть сокровище, да. Вот моя вера, да. Настоящее сокровище. Бесценное. И вы сейчас говорите, выкиньте сокровище и вот возьмите от нас глиняные черепки. Вот то же самое. Поэтому у нас уже все есть. Вот есть православная вера, да. Дана нашим предкам, дана самим Господом. Вот это и есть, мне кажется, высший для нас закон. Ничего умнее 10 заповедей, которые были даны 3,5 тысячи лет назад, ни один умный философ не придумал. Все эти нитши, да, все это, все это выброшено на свалку историю. Вот 10 заповедей дали, и вот они, как говорится, вечно будут, 10 заповедей, да. Потом пришел еще один человек, 2000 лет назад, он тоже как бы эти заповеди объединил и сказал, что вот вам вот так и вот так. Поэтому не надо ничего придумывать, но все есть, все написано для нас. А как я сказал, мне кажется, что наша задача сейчас сохраниться, объединиться, вот именно в том вот виде, в каком мы есть. Желательно проповедовать все это среди окружающих нас людей, чтобы к нам приходили новые люди. Ну и еще раз говорю, я думаю, что ничего мы не сможем без Божьей помощи, к сожалению. Потому что, как говорил Иван Ильин, не было в истории человечества таких сил тьмы, которые обрушились на Россию, такой жестокости, такого террора, просто Россия цепенела. От того, что произошло, начиная с 1917 года, да, народ просто был парализован. Вместе с тем, 4 года народ русский бился с силами тьмы, ну, гражданскую войну проиграл. И гражданская война, мне кажется, она не закончилась, она продолжается, и она будет продолжаться до победы одной из сторон. Ни одна традиция никогда не существовала, если народ переставал, то есть носители традиции, переставали себя ощущать полноценными творцами. Творцами, потому что в основе любой традиции, религиозной, например, да, все равно имеется понимание некого творческого начала, которое заложено в душе человека, творческое начало. И дело в том, что традиция, она людей призывает к чему-то светлому и к оптимистичному, в конечном счете, да, дает какую-то надежду, веру, поэтому, ну, конечно же, любовь, да, вот недавно была вера, надежда, любовь. Поэтому я к тому говорю, что на самом деле, да, мы имеем право критиковать, подвергать критическому, значит, осмыслению те события, которые мы имеем. Мы становимся свидетелями этому всему, да, но мы не должны никогда не забывать, что мы являемся творцами, ответственность за нас и не только за нас, опять на нас возложено, да, то есть мы являемся ответственными людьми, мы являемся историческими людьми, то есть у нас должно быть историческое мышление, и мы именно творцы, вот именно эту позицию мы должны нести. Ну, на бытовом уровне должно привлечься оптимизм. Несмотря на то, как нас там угнетают, пытаются подавить какие-то обстоятельства, мы должны мыслить и находить возможности, вот даже в негативе, вот как прекрасная вот эта притча про лягушку, да, то есть находить даже в негативе возможности, как любую соломинку, то есть тот человек, который уже погибает, он хватается за любую соломинку, то есть ухватиться за любую малейшую соломинку, вот в том, что нас подавляет, для того, чтобы как раз бортануть то, что нас пытаются подавить, чтобы наоборот стать хозяином над этими обстоятельствами, с которыми мы как бы взаимодействуем. Еще где-то в 70-х годах прошлого века был такой фильм, назывался он, а это американский фильм, назывался Септман, песочный человек, да, и там, смотрите, вот что нас ждет, да, это тоже как сопряжено с тем, что говорит Четверякова, там люди, достигшие возраста в 30 лет, 30 лет, отправлялись на карусель для омоложения, вот такой посыл был, на карусель для омоложения, и когда они остановились на эту карусель, то в процессе вот этого вращения они уничтожались, уже люди в 30 лет были никому не нужны, они списывались. Тот, кто пытался избежать такой участи и начинал скрываться, бегать, его настигал вот этот самый Септман, песочный человек, он воздействовал на него какими-то там лучами, и человек превращался в кучку песка, который этот человек, Септман, заметал в совочек и сцепал ведро. Вот эти авторы различные, они вот проецируют это будущее, и что нас ждет? Мы можем тоже в 30 лет, вот наши там правнуки окажутся никуда, ну что ли, непригодными, будут отягощать, так сказать, мир и социум, и их превратят вот в кучку песка. Это вот такая вещь, вот, так сказать, ну, в посыл вот вашего. А теперь вот смотрите, главное, да, вот когда люди говорят, а что делают, что делают, что делают, ждут какого-то действия, да, и причем ждут от других. Кто-то должен что-то делать, так, сами ничего не делают. Так вот, дорогие друзья, вот что нам доступно? Нам доступен вот этот разговорный формат, да, поговорили, как-то даже облегчились, что-то высказали друг другу, что-то приобрели взаимно, да, друг от друга. Так вот этот разговорный жанр у нас доступен, вот в этом формате мы можем действовать. Плюс к этому, плюс к этому митинги, исшествия. Все, момент, все. Если вот вопрос, что делать, это риторический вопрос. Риторический. Вот тот, кто прожил эти четверть века, тот знает, что делать. Знает, что делать. Вот если вам сейчас сказать, что делать, никто ничего из этого, сказанного делать не будет. Все сейчас в ужасе разбегутся. Вот так вот. Исто так и будет. Так что успокойтесь и довольствуйтесь разговорным жанром. Ходите на митинги и нашествия. Все.